всем привет мы продолжаем с вами цикл по исправлению качеств и сегодня у нас с вами наверное самое мощное качество это качество гнева сейчас потихонечку мы все начнем собираться и обсуждать качество гнева в прошлый раз если вы помните мы уже говорили вообще про изменение себя мы говорили почему это важно мы обсуждали очень важное качество скромности и качество гордости говорили о том каким образом да сделать так чтобы наша скромность не привела к заниженной самооценке а сегодня мы будем говорить уже про гнев гнев это удивительно на самом деле качество а я вижу что люди присоединяются всем шалом потому что это такое качество которое очень сильно работа над ним усложняется со временем да потому что когда человек не женат ему намного легче контролировать свои эмоции когда у человека уже женится ему у него намного больше триггеров когда человека появляются дети то тут уже все вокруг заставляет его работать над гневом и поэтому очень часто наши праведники даже говорили что когда они были не женаты им казали что они практически ангелы да когда они женились или вышли замуж они поняли что все не так просто но когда у них появились дети они поняли что им еще нужно очень-очень много работать над собой это действительно абсолютно верно абсолютно актуально абсолютно правильно поэтому на самом деле для тех кто еще не женат это идеальное время для того чтобы прорабатывать качество гнева потому что потом как мы сказали триггеров будет намного больше окей сегодня мы с вами поговорим очень о многом на самом деле за те короткие 15 минут когда которые мы проведем с вами вместе а первое нужно понимать что гнев на нас действует совершенно с разных сторон когда мы гневаемся у нас есть духовный урон социальный урон финансовый урон и физический урон и сегодня мы поговорим обо всех этих уронах которые мы с вами несем тогда когда у нас есть гнев в первую очередь конечно же мы рассмотрим духовный урон до духовные потери которые у нас есть из-за гнева потому что когда гнев подступает к нам написано что в этот момент душа сама покидает человека представьте себе ни одно качество самое плохое самое ужасное не забирает у человека его душу и поэтому иногда когда мы видим человека в гневе мы просто ужасно нам плохо мы не можем понять что тот же самый человек которого мы знаем которого мы любим но в гневе он напоминает страшное разъемное животное и поэтому написано что действительно это не просто так когда человек гневается то его покидает его душа и нельзя смотреть на его лицо да это известная очень аллахат известный еврейский закон что когда человек гневается очень вообще нельзя с ним разговаривать опасность ним разговаривать нужно как можно дальше дистанцируйте этого человека и стараться не принимать близко к сердцу то что он делает или то что он говорит потому что действительно когда совершенно адекватный человек становится в гневе он может сделать самые страшные вещи и самое обидное что часто по отношению к самым близким людям если мы посмотрим мы зайдем в гугл и посмотрим как часто люди просто убивают друг друга действительно убивали друг друга из-за того что кто-то занял их парковочное место мы придем в ужас потому что действительно это происходит постоянно люди убивают бьют наносит огромный урон друг другу из-за какой-то совершенно ерунды но если человек начинает быть в гневе то его уже невозможно остановить потому что гнев превращает человека в животное он не может остановиться и в нашей традиции человека в гневе сравнивают с идолопоклонником да это не просто так потому что действительно человек потеряет вообще все абсолютно границы да все рамки которые у него когда-либо были это духовный урон кроме этого человек и социальный урон потому что если человек гневлив то ему будет очень тяжело выстраивать любые взаимоотношения основной фактор успеха семейного успеха до успеха в семье это насколько человек умеет справляться именно с эмоцией гнева потому что всегда будут триггеры в семье всегда будут вещи которые будут нас раздражать и будут нам тяжелы но если мы не умеем исправлять своими эмоциями то самая большая любовь да и самая большая романтическая история может очень быстро обернуться в трагедию кроме этого написано что человек который в гневе он терпит финансовую он потому что гнев забирает человека его финансовые благословения очень интересно и поэтому написано что когда человек преодолевает гнев он может получить с небес очень большую награду в виде финансового благополучия и последнее это конечно же физический урон когда человек гневается он он его здоровье становится под а в опасности да это касается и его давление его сердечной деятельности и того что он не контролирует себя и поэтому он может не дай бог попасть в аварии или в какие-то какие-то несчастные происшествия не дай бог и написано поэтому говорят наши мудрецы убери гнев из своего сердца и уведешь зло от своего тела да то есть таким образом наши мудрецы говорят нам что гнев очень сильно влияет на качество жизни человека и это то качество на котором абсолютно всем надо работать точно так же если вы помните у нас есть пикер вот да это наш этический труд по учению наших отцов где сравниваются люди с разным уровнем гнева мы все с вами прекрасно знаем что есть люди например очень вспыльчивые но при этом например они достаточно быстро отходят то есть они вспылили покричали услуги истерику но достаточно быстро отошли есть люди которые резко выходят из себя например да но при этом они потом очень долго отходят и наши мудрецы спрашивают какой человек лучше с каким человеком легче с тем который редко вспыльчивый не очень вспыльчивый но он долго отходит или человек который очень часто да выходит из себя но при этом достаточно быстро отходит и удивительно что наши мудрецы говорят что лучше когда человек даже если он Часто может выйти из себя, но он хотя бы быстро отходит, потому что когда человек злопамятный, когда человек очень долго не может простить, когда он несет эту обиду в своем сердце, иногда годами это очень опасно в первую очередь для него самого. И поэтому мы должны не только с вами контролировать наш гнев и нашу первую самую реакцию, сколько мы должны смотреть, чтобы мы вовремя убирали обиды из своих сердец, в первую очередь для того, чтобы самим жить полноценной жизнью. Очень важно, что мы знаем про очень великих мудрецов, очень великих людей из нашего народа, у которых была проблема с гневом, и иногда это те люди, о которых мы никогда об этом не подумали. Написано, что, например, Хоффетсхайм, он каждый день просил Всевышнего помочь ему проработать качество гнева. Это говорит о том, что нет людей, которые вообще ни на что не гневаются, и есть великие люди, у которых изначально было это качество, но они над ним работали, это возможно, и они смогли его в какой-то момент победить. Теперь я хотела бы рассказать очень кратко, поскольку у нас такой достаточно быстренький урок, я хотела бы рассказать, каким образом мы можем работать над этим качеством. Это, наверное, самое интересное и самое важное. Здесь есть несколько пунктов. Как всегда, каждому подойдет свой. Первая вещь – это очень-очень важно нам с вами знать свои триггеры. Мы должны знать, что нас раздражает, мы должны знать, из-за чего мы выходим из себя, и максимально избегать этих вещей. Если я знаю, что когда я не выспалась, я очень быстро могу выйти из себя, у меня очень маленький ресурс, я обязана думать об этом, да, я обязана стараться не допускать того, чтобы я была очень сильно не выспавшейся. То же самое касается людей, которые знают про себя, что они очень плохо реагируют, когда они голодные, да, и так далее. То есть мы должны знать себя, знать свои триггеры и максимально готовиться к потенциально опасным ситуациям для того, чтобы не вспылить, для того, чтобы никому не испортить настроение своими реакциями. Это первая вещь. Вторая вещь, которая мне кажется, что я очень часто ее встречаю на своих консультациях, что человек не до конца понимает, что гнев – это его выбор, да. Мне говорят люди, человек меня довел, да. На самом деле эта фраза, что человек меня довел, она абсолютно нереальная, да. То есть не бывает такого, что человек меня довел. Я дала себя довести. Никто не может меня довести без моего разрешения, без моего согласия, да. И поэтому это очень важно понимать, что гнев – это мой выбор, и я могу не разгневаться, если я сочетую это нужным, если я пойму, что я сейчас выбираю другой какой-то путь, который мне кажется более эффективным в данный момент. Третья очень важная вещь – это люди гневливые. Это обычно люди, которые очень любят контроль. Они любят держать все ситуации под контролем, и как только какая-то вещь выходит под его контролем, человеку кажется, что все, да, мир закончился, почему все должно быть по-моему, вот я запланировал, а мне этот человек помешал, значит, он враг, значит, я ему покажу, да. Это обычные люди, которые очень-очень-очень-очень контроль-фрикс говорят, да. Они не умеют выпускать ситуацию из-под контроля. И таким людям очень важно прорабатывать другое качество, о котором мы тоже когда-нибудь без Божьей помощи поговорим. Это качество гибкости. Очень важно быть гибкими, очень важно учиться принимать различные ситуации, спонтанные ситуации, ситуации, которые невозможно спланировать, да, и учиться правильно себя в них вести. Я всегда, когда думаю, об этом вспоминаю Раф Зильбера, который всегда говорил, что если что-то случалось не по его плану, он говорил так, «Ой, Всевышний решил, что мне нужно быть сегодня в другом месте, никаких проблем, да». То есть человек был абсолютно гибким, человек абсолютно спокойно относился к какой-то перемену планов, да, к каким-то изменениям, да, так да, нет, так нет, как бы, да, значит, Всевышний хочет, чтобы было по-другому, нет никаких проблем. Вот это подход, да, который действительно очень спасает от гнева, от вспыльчивости, от какого-то постоянного напряга, да, вот так действительно важно, чтобы человек взял на себе такое, на вооружение такой подход, окей? И ещё один очень-очень важный метод, опять же, каждому подходит, наверное, что-то своё, это зум-аут. Что такое зум-аут? Зум-аут – это когда человек понимает, что он не всегда делает правильные выборы. Например, иногда жена может очень сильно разгневаться на то, что муж забыл там той юбилей свадьбы, например. На что она разгневалась? Она не разгневалась только на факт того, что он это забыл, как бы, ну, забыл, ну, что теперь делать. Она разгневалась на тот вывод, который она сделала в своей голове, да, если он забыл про такое важное событие, значит, он меня не любит, значит, ему всё равно, да, если ребёнок не убрался в комнате, значит, он абсолютно плюёт на меня, ему всё равно, что я для него делаю. Я обижаюсь не на действия, я обижаюсь на ту, на тот вывод, который я сама для себя сделала. И очень важно сделать зум-аут, то есть понять, что не всегда мой вывод, он правильный. Иногда человек забыл, потому что он забыл, потому что он просто забыл, да, это ничего не значит в каком-то глобальном масштабе, мы тоже забываем и так далее, и так далее, да, то есть очень важно не делать этих преждевременных выводов, тогда, когда они иногда, именно они приводят меня к гневу, а не что-то другое. И самое последнее – это выиграть время. Действительно, мы все прекрасно знаем по себе, что время – это тот самый фактор, который мешает больше всего, то есть иногда человек просто не успевает выиграть это время, его что-то разозлило, он закричал, он сказал кучу ненужных слов, потом он сидит и об этом жалеет, и очень много, сильно жалеет. Очень важно выиграть время, то есть наверняка вы слышали такую притчу, такой машаль о человеке, который, когда он гнелся на своих детей, он шел к какому-то специальному шкафу, переодевался в красный плащ и возвращался, и тогда уже он немножко переводил дух, и все знали, что папа разгневался, но при этом папа выигрывал время, пока он доходил до шкафа, пока он приходил, пока он думал, пока то-се, и таким образом он уже готовился к этой встрече со своими детьми и уже, конечно же, фильтровал все то, что он хотел им до этого сказать. Это те пять способов борьбы с гневом, которые, мне кажется, самыми эффективными, которые на самом деле действительно работают в реальных ситуациях, потому что очень важно, что когда мы анализируем какую-то ситуацию, когда я ушла в этот гнев, мне всегда очень стыдно, очень большой мотивацией, чтобы не гневаться, всегда должно быть, что потом мне будет жалко, потом, когда я буду себя вспоминать в этом состоянии, мне будет страшно, неудобно, мне будет просто противно, я буду готова все, что угодно сделать для того, чтобы этого не было, потому что именно потея нашего эмоционального контроля – это то, что забирает у меня очень сильно мою самооценку. Когда у человека получается сдержаться, когда у человека получается держать ситуацию под контролем, даже тогда, когда ему это очень тяжело, и не вспылить, и не превратиться в это хищное животное, разрывающее все на своем пути, это очень сильно поднимает нашу самооценку. Кроме того, мы понимаем, как родители, те из вас здесь, кто родители, мы понимаем, что гнев это всегда неправильная модель поведения для наших детей Если наши дети видят, что каждая вещь, которая не пошла по моему, вызывает у меня прилив агрессии, прилив вот этого гнева, которого я не могу управлять То, к сожалению, для них это становится моделью поведения, для их каких-то ситуаций, в которых они не могут управлять происходящим Поэтому это очень-очень такая неправильная модель, которая потом уже, не дай бог, будет разрушать и мешать их собственным жизням В завершении я хотела бы подвести некие итоги тому, что мы с вами сегодня сказали И сказать о том, что написано, что человек, который преодолевает этот гнев, человек, у которого получается это сделать Он действительно заслуживает очень большого количества благословений, которые есть в Торе В плане гнева часто у нас происходят самые-самые тяжелые, как бы нам тяжело очень с ним справиться И даже когда мы решаем работать над гневом, бывает часто, что у нас все равно не получается Мы все равно срываемся на детей, на близких, на своих работников и так далее И нам кажется, что в этом качестве у нас никогда ничего не получится На самом деле здесь очень важно понимать, что даже если у меня на два раза в день меньше получается гневаться Это великая-великая вещь, да? Не нужно ожидать от себя, что я превращусь за один день в самого успокоенного человека на планете Земля У меня есть свой путь, у меня есть своя точка, откуда я начинала И даже если хоть на чуть-чуть у меня получится сдвинуться с этой точки, то будет замечательно Я напоминаю вам, что у гнева есть духовные, социальные, физические и финансовые потери И, соответственно, у человека, который контролирует свои эмоции, у него есть духовные, социальные, финансовые и физические бонусы Поэтому с большей помощью, чтобы с помощью тех инструментов, которые мы с вами сегодня нашли У нас получалось владеть своими эмоциями, владеть своим состоянием Мы умели ни в коем случае, я уже говорила об этом, не заглатывать свои эмоции Не хранить их в своем сердце, не убегать от своих эмоций А прорабатывать их, уметь понять себя И тогда нам не нужно будет гневаться для того, чтобы каким-то образом эти эмоции выразить Большое спасибо всем тем, кто был с нами сегодня Удачи нам всем в работе над гневом И с Божьей помощью следующий у нас маленький эфир будет посвящен зависти Всех жду, всем хорошей недели, большое спасибо Всего хорошего